Родилась Софья Сынгатовна в 1924 году в Сибири. Закончила школу, поступила в педагогический техникум. Все надежды на новую взрослую жизнь оборвались, когда по радио объявили о начале войны. В 17 лет надев казачий мундир, вступила в армию. Обучалась полгода азбуки Морзе, техническому обслуживанию. К весне отправили на фронт. Ты к нам подходишь как раз. Я говорю, а в авиацию я не пойду, я хочу в кавалерию. Служила в 4-м кавалерийском кубанском орденоносном полку. Неудивительно, что выбор пал на кавалерию. С 5-го класса Софья Сынгатовна работала в колхозе. И вот там я научилась на лошадях ездить. Вот так вот. И полюбила лошадь. Единственная девушка-кавалерист в своем взводе. Вместе со своей лошадью прошла от Кубани и до Праги с главной задачей проскочить в тыл врага. Преимущество кавалерии. Где танк не пройдет, где что-то. А кавалерия по тропам, по лесам, везде. Помню, через Березину большая река такая переправлялись. А нас бомбили, бомбили, бомбили. Вода кипела. Полгода в госпитале после тяжелого ранения в ногу. И после снова на фронт. В октябре 45-го вернулась домой. Своих двух военных коней вспоминает с особой теплотой. Вот конь – это особое животное. Необъяснимое. Оно чувствует седока. И боевые кони, они тоже боевые. Они как и казак. Они в бой идут тоже так же насмерть. Я прекрасно ездила. Даже здесь я еще в 60 лет, в 70 еще садилась на коня. Прошло уже 70 лет, но про войну тяжело вспоминать до сих пор, признается ветеран. Сны не дают ее забыть. В течение 30 лет я вскакивала, к дверям бежала. И все время мне война снилась, война. Районное казачье общество не оставляет без внимания Софью Сынгатовну. Поздравляют со всеми праздниками, днями рождения и просто заходят в гости. Мне в прошлом году 90 лет было. Только. Вот такая женщина-кавалерист живет у нас в городе. Интересная, добродушная и отзывчивая.